Настал кирдык болгарки Что ж надо разбирать Разбираем Пока разбираю несколько слов о болгарке Болгарка Крес Уже ей 12 лет Саморезы стояли не такие Со звездочкой Были утеряны Что звездочки не было Такое в наличии Поставил что было Под рукой Крышка тоже уже Поставлена На другие саморезы Надо конечно Периодически следить Их подкручивать было Но у меня на тот момент Не было Такого ключа Со звездочкой Поэтому они Успешно открутились и потерялись Со временем Здесь уже придумал сам А вот эти Поставлены На два винта То есть Просверлены отверстия Здесь закручены Сейчас держится Очень все хорошо Не откручивается Есть выработка Но таких сколов Нет Больших Мне не нравится Вот этот люфт Если его попробовать Устранить Уже что-нибудь получится Так Ведущая шестерня На ней Выработка Вроде как Побольше Общая выработка Облома В зубьях Нет Ну что ж Тут можно придумать Надо разбирать Тут еще стоит Такая Пластинка Латунная Надо выбивать И смотреть Может быть Подложить Что-то Под Подшипник За время Эксплуатации Один раз Мне пришлось Менять Подшипник Вот такого Плана Который Устанавливается Вот здесь Это я купил Запасной Новый И ведомую Шестерню Вот сколы Полностью Сколы И Получалось Что Проскакивание Был Вот скол Ну что ж Пойдем Выбивать Шестерню Ведомую И смотреть Что там дальше Нашел Вот такой Латунный Стерженек Чтобы Не раскрипать Конец Вала Чуть-чуть Чуть-чуть Так Так подшипник гуляет так не бьет подшипник нормальный на посадочном месте ходит возможно если под него подложить так стоять может что-то даст искать какую-то шайбочку ближе чем искать шибочку надо выбить подшипник выбился легко очень подшипник еще хороший выбрал себе за кромах такую шайбу толщиной 2 миллиметра поставить ее кстати пока их убивал видимо отломал крышку это уже плохо возможно прижмется к ужухам шайбу не трогал входит хорошо на вал она должна не сюда деваться вот сюда чтобы вот эта часть прижималась к подшипнику также тут чтобы она не перекрывала вот этот ободок внутренний обойму подшипника подшипник вставим подшипник так так Надо поставить вал, значит нам надо что-то здесь зажать. Ставим такую гайку, как внутреннюю подставку, чтобы она держала внутреннюю обойму подшипника. Нет, так мне нельзя бить. Запрессуем. Не крутится вал. Вот моя ошибка, надо не так было ставить, а ставить на какую-нибудь подкладку, чтобы она плотно прилегала здесь. Тогда бы я эту крышку не отломал, не треснул, вернее бы она. Вот так надо было ставить. Ну ладно, нам в шутках учатся. Чуть-чуть выбить. Что-то много уже вроде. Тоже вроде много. Вот так выглядит в самый раз. Никакого люфта нет. Может что-нибудь и получится. Ставим на место и думаю шестерню. Так. Так. Вышло вместе с этой. Так. Значит мы сейчас сделаем. Так. Гайку. Ставим сюда как упор. Так. Затый вот так. 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 Тель. Перебор уже. Крутится, но туговато. Надо ослабить. Ну вот так уже крутится легко, люфтов продольных, поперечных никаких нет. Ну ладно, пойдем собирать. Смазку ложить пока не буду, тут соберу чуть-чуть. Разбирать придется возможно. Собираем. Поставим эту прокладочку. И даже поднимаю вверх. Какое-то сцепление есть с идущей шестерней. Может что-то и даст. Будем пробовать. Само основание редуктора сделано из пластика. Вот здесь еще ручка тоже сюда могла устанавливаться, что не на многих болгарках. С трех сторон. Вот здесь при падении у меня отломалось. При падении болгарки резьба внутренняя. Сейчас ручку можно с двух сторон поставить. Так вообще на многих болгарках почему-то здесь не делают. Хотя удобнее вот так держать. Иногда. Так, ну все. Проверяем еще раз. Подтягиваем. Вставим в защитный кожух. Подтягиваем. Попробуем. 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 работает как вариант выход из положения результат дал то что продольный люфт устранился но все равно конечно в дальнейшем надо будет и дома шестерню менять но пока как выход из положения такой вариант потому что пилить час надо шестерню еще надо найти а а Продолжение следует... Продолжение следует... У плавного пуска этого ничего нету... Вес килограмм шестьсот пятьдесят грамм... Made in Swizzle Land... Сделано в Швейцарии... Двигатель просто неубиваемый стоит... Понравилась реализация включения... Вот это кольцо, это включение и выключение болгарки... Кольцо включения и кнопка вот этого выключения... Вот так включается она... Вот так отключается... Сначала было непривычно, а потом привык... И даже очень понравилось... Щётки не менял ни разу, за двенадцать лет не менял... На этом всё... Подписывайтесь на канал... Всем пока... Субтитры делал DimaTorzok